В целом работа биопрепаратами именно по вегетирующим растениям идет первичную задачу, например, если взять группу биофунгицидов, именно как, допустим, эта группа бактерий, может быть, бацилосуоптилис, есть варианты с псевдомонадами, есть иные бактерии. Это работа метаболитов, это метаболитная составляющая, которая подавляет развитие фитопатогенов на листе. Если рассматривать группу биоинсектицидов, то там уже другие задачи. Будущие препараты токсинов, которые выделяют в отсутствие урингея, если, допустим, попадая в кишечный тракт вредителей, она будет отравлять его. Если рассматривать новые наработки в области баверии, например, это уже эндопатогенный гриб, который уже зарастает вредители. То есть, именно когда мы работаем по листу биопрепаратами, в первую очередь, это именно защита растений от болезней, то что. Если говорим про бактериозу, так такового инструмента еще не существует, борьбы по бактериозу. Здесь, в первую очередь, выступает работа с иммунитетом самого растения, который мы, за счет как раз, как вы упомянули, симулирующих составляющих биопрепаратов поднимает иммунитет растения, и она уже способна самого подавлять бактериозы. А именно вот направление фунгицидное, это уже общеизвестно, это разработки уже советских времен. Мы работаем просто сохраняя и приумножая именно по, чтобы она была актуальна на сегодняшний день, потому что развитие фитоптогенов находится постоянно в динамике, она не останавливается. Мы тоже должны это учитывать. И вот, когда мы работаем над штаммом нашей бактерии, в отцелус субтицы, мы должны его адаптировать и готовить на сей счет и проводить селекцию, чтобы она была именно работающей на поле и готова к этому. Вот есть проблемы, например, химических фунгицидов, которые раз в 3-4-5 лет им надо, необходимо менять его, потому что резистентность, вызываемая у грибковой инфекцией, она возникает. В этом плане вот как раз совмещение либо с биопрепаратами, либо работать только с чистыми биопрепаратами позволяет уйти от такой проблемы, как возникновение резистентности. Если рассматривать солнечную соляцию, то она пагубно влияет на все виды бактерий и грибов. Ну, что мы видим? Если стоит такая очень сильная солнечная, сухая погода, то развитие болезней может не возникать, как развитие фитопатогена. Но если стоит дождливая погода, то есть существуют такие микроклимат, микроусловия для развития и болезней, в том числе они же не погибают под солнечным воздействием, если бы так было. Бактерия в такие же условия. Еще раз упомяну, в первую очередь работает метаболитная составляющая продукта жизнедеятельности бактерий, которые выходят из реактора, которые находятся в канистре. Вторично наступает уже работать сами микроорганизмы. Поэтому, да, с одной стороны, она вредит, но в то же время, она вот как раз за счет именно продукта жизнедеятельности способна подавлять те или иные болезни. Здесь исходить надо, наверное, если в качестве воды рассматривать вопрос, то это не только бактериям, смотрим, биопрепаратам. То это вообще любое вегетирующее растение, опрыскивание минеральным или химпрополки, хим, обработка фунгицидами. Всегда надо очень ответственно относиться к водоподготовке. То есть, почему у некоторых есть проблемы, например, когда гербицин не срабатывает, то говорят, это производитель некачественно произвел товар там или... То вот были ряд случаев, когда именно снижение жесткости и доведение PH до оптимально 5,5-6 позволяет именно повысить эффективность всех обработок, в том числе и листового питания, микроудобрениями, НПК, карбамидом, допустим, амидной формы азота. То с биопрепаратами такого особого нету необходимости там, скажем так, что... Ну, здесь искать надо, потому что всегда биопрепараты появляются в комплексе чем-либо. И поэтому, если мы хотим агротехнологии повысить именно эффективность, то необходимо вот как раз таки обратить внимание на этот вопрос. По температуре воды, то холодной водой не рекомендуется. Растение, получая холодную душу, это тоже вызывает такой такой стресс, и растение может получить, ну скажем, тратить энергию, силу на преодоление вот таких уже биотических факторов, которые человек вызывает. То еще один момент, который я хотел упомянуть. Вода везде разная, да. Есть специальные инструменты сейчас у разных предприятий, в том числе и у нас, которые позволяют времени снизить карбонатную жесткость воды и снизить PH. Также хотел отметить, вот сейчас многие хозяйства то, что видел вживую, ставит обратно осмос. Это обратно осмос позволяет убрать все те или иные показатели, жесткости воды, которые будут как раз таки мешать работе препаратов любых. Работа биопрепаратами, так и любыми вегетирующими, ну скажем, по вегетации, это требует, в первую очередь, для вечерней и ночной обработки. Как мы понимаем, вот когда капли попадают, да, попадает на лист, она что делать начинает? Образует так называемую линзу, которая может вызвать ожог растений. Ночное время – это прекрасное время для обработок. Растения устицы в дыхании открываются, все эти продукты питания, которые нужно доставить внутрь растений, то есть это азот, там, микроэлементы, будь то это аминокислоты, гуматы, они как раз таки в это время как раз и наиболее раскрывать себя потенциально очень хорошо. Вообще исходить надо в целом об агротехнологии. Вот сегодня мы находимся на полях, это Уралдон агрохолдинг, и вот как раз отслеживали состояние растений, какой он сейчас зимой пшеницы, вот сейчас в стадии пущения, сейчас идут как раз химпрополки герпицидами, то очень сильно заметно, именно первичная самая эта работа – это работа с обработки семян начинается. Если мы заселяем полезными микроэлементами почву, и это уже идет априори в смеси с семенами, то растения уже более, скажем так, сильно выступают и на зимовку, и в дальнейшей обработке уже ложатся, отслеживая это. Здесь такой пример приведу, например, если у вас потенциал урожайности идет, например, хозяйство, которое интенсивно работает, там, ближе к 90-80-х гектар и более, да, применение, даже больше 70, применение химфунгицидов оправдано. Здесь мы имеем место быть, то, что когда большая вегетирующая масса, она плохо продуваема, большой запас, скажем так, и азота был дам почвы, и это способствует не только развитию растений, но и развитию фитопатогенов, то здесь как раз таки позволяет биопрепараты комбинировать вместе с химическим фунгицидом, чтобы, как я упоминал ранее, снизить устойчивость к резистентности фитопатогенов. Если потенциал урожайности, например, ну, 40-50, или нету первичного показателя, вот там же прикольнивых гнили, первые обработки нулевые, так называемые, да, долгий рбицидный, либо первое покушение можно обойтись только чистой биологией. Сейчас вот, например, в нашем ассортименте это биологический фунгицид фитоспорин АС, который обладает, это в первую очередь, это бацилус субтелес, 26D штамм, также обогащен триходермой и лизатом псевдоманат. То есть эта тройная комбинация позволяет более широкий спектр антибиотических веществ выделить, и она вот решает ряд вопросов, как раз связанные с нормальной обстановкой на поле. Применение биопрепаратов имеет разные инструменты внесения. Допустим, ряд хозяйств вносит на нулевую так называемую обработку, это долгий рбицидной обработки, защищая растения до, скажем так, до кущения и дальше. То здесь вот хозяйство, в котором мы сейчас работаем, здесь фитоспорин вносится совместно с кассом в норме, там один литр на гектар. Это инструмент как раз позволяет растению, скажем так, преодолеть ряд проблем с фитопатогенами, и в дальнейшем хозяйство, вот она идет третьим классом зерна, урожайность по прошлому году, урожайности у них высокие, более 6 тонн с гектара, то дальнейшие, например, обработки по флагу, допустим, и уже идут с химическими фунгицидами, но именно здоровье и иммунитет растения закладывается именно здесь сейчас, вот скажем так, в эту фазу. Поэтому, вот скажем так, разные моменты, разные инструменты. Здесь нет шаблона в сельском хозяйстве, поэтому хозяйство должно само смотреть на свои поля, свои агротехнологии, и биопрепараты позволяют более грамотно выстроить эту систему, снизить себестоимость продукции, потому что, как вы знаете, любое химическое воздействие, это стоит огромных денег, да, и не факт, что она пойдет на пользу, потому что бывают вот случаи, погода вот позволяет не работать с химическими, да, вот они, ну, как, против пожара прошлись, а погода позволяет, что вообще можно было обойтись, а затраты были уже понесены, то вот здесь можно работать, чисто биологически, именно сдерживающие, именно предварительно, превентивная работа по борьбе с фитопатогенами. В этом хозяйстве, они, вот, внесение кассы, тоже разные схемы применения, допустим, по сахарной свекле у них норма внесения фитоспорина, ас, полтора литра на гектар, то по остальным предшественникам один литр на гектар, то есть здесь выбор дозировок, выбор, скажем, норм применения, это, опять же, сходить на предшественник, от состояния фитосанитарного состояния почвы, потому что видим болезнь предшествующего в сезоне, то это надо как раз таки анализировать и как раз таки накладывать схему. По совместимости биопрепаратов, начнется с группы как раз таки биофунгицидов, как известно, вот, пациллярный наш препарат, фитоспоринас, то в первую очередь выходит вопрос, о каком состоянии он идет в препарате. Фитоспоринас, он идет споровая форма, что интересно, по шинкам в нашем предприятии, конверсия именно выхода спора, это 99%. Я работал на производстве биопрепаратов, да, у нас задача не было именно получения спора, но вот обычная, скажем так, технология культивируемого микроэзора, это где-то 50 на 50, а остальные это споровая форма, то именно школа получения споров в Башенкоме поставлена на самый лучшую. Этот препарат уже выпускается с 90-х годов, и именно селекция, работа на штаммы, она постоянная, поэтому в этом плане вот споровая форма позволяет ему сохранить. Это температура кипячения, замораживание, совместимости рядом химически, агрессивно, да вот даже самая агрессивная срока средства она выдерживает, и поэтому прекрасно вот уложиться в агротехнологии. Если рассматриваем грибковые препараты, допустим, на основе триходерма, то есть есть конфликт именно с химическим фунгицидом. Почему именно, вот, например, препаратов хисемян, так мало препаратов, которые идут с триходермой, допустим, да, потому что она не будет работать, пока, скажем так, токсическое облако прикорневой зоны фунгицидом пока не спадет. Какая-то часть выживет, какая-то часть погибнет, но тоже эффективность препарата падает. Если рассматриваем группу псевдомаратов, то там другая проблема, это срок хранения. Раз у нее нет вот такой формы сохранения, как спора, то въектирующая клетка, она, ну, скажем так, быстро теряет в своем титре. Но, опять же, есть такое интересное свойство псевдомаратов – это состояние покоя. Это пониженное титре, когда титр, там, 10-3-й, 10-4-й, она сохраняется, потому что это природное явление, она еще как-то позже тоже перезимовывает в негативные условия. То попадая в почву, она как раз очень быстро размножается. Вот, скажем так, имея разные инструменты, вот, скажем так, и обладая знаниями биологии каждого штамма, она мог как раз вот скомбинировать вот этот препарат фитцепаринас, который идеально сочетается и с агрохимикатами, пестицинами, фунгицидами. Добавлю, интересно, такой момент, вот, применение гуматов есть. Гумата – это очень сильнейшее, скажем так, вот, такое бытует мнение, это что-то стимулятор. Я бы здесь поправил, это, скорее всего, некий регулятор растений. Гумата, когда попадает в растение, растение его само его распределяет, куда ей нужно, потому что это дополнительные энергии, дополнительные мощности, и не гумата выбирает, куда ей идти и что делать. То есть растение, как более, скажем так, умная, скажем так, жизнь, да, она сама его может распределить. Но здесь второй момент возникает, гумата является источником питания тоже для фитопатогенов. И поэтому необходимо, что чисто гуматами работать, это, ну, надо думать тоже, да. Здесь можно дополнительность биофунгицидами, либо с химическими, допустим. Потому что, попадая на лист, она тоже может дополнительный источник питания послужить для фитопатогена. Поэтому чисто гумата я не рекомендую отрабатывать. Всегда дополняйте какими-либо фунгицидными препаратами. Обработка растения по вегетации совместно с баковой смеси, например, с биологическими препаратами. Баковой смеси готовится. То, что, ну, согласно агротехнологии, это минеральные удобрения какие-то, химические пестициды, по сети добавляются биологии. Ограничений по времени, совместимости нет. Здесь можно оставить на ночь, можно сразу внести. То, например, в случае с кассом, здесь надо быть подосторожнее, то вносим в течение суток после нанесения фитоспорина, и в течение 1 до 4 часов это стерня 12. Здесь хотелось бы добавить, например, такой пример был. Прошлогодние майские заморозки возвратные, да, например, химическим фунгицидом прошли в баковой смеси там со всеми препаратами, то химический фунгицид в температуре ниже 8 градусов, там, по-моему, сейчас даже еще ниже, то вызвали ожоги в ряде хозяйств, которые наблюдалось в Ростовской области, ожоги. В этом плане тоже обратите внимание, чтобы температуры начали отслеживаться, и если в этом плане надо все равно идти работать, то добавлять в лучшую биологию вместо химического фунгицида. Поверхность активного вещества Поверхность активного вещества при обработке вегетирующего растения в любом случае нужна, даже независимо, что там есть биопрепарат, либо нет биопрепарата. Объясняю, почему. Когда капля раствора попадает на лист, она образует поверхность натяжения, такую крупную каплю. Она носится в определенные точки, начинается испарение, солнце светит, да, и концентрация всех техниных веществ, которые находились на листе, начинает быстро-быстро в одной точке и фокусироваться. Концентрация в этой капле повышается, пока ничего не вся проникла в растение. И, соответственно, когда мы превышаем концентрацию, ну, скажем так, определенные токсичные растения, это могут быть такие точечные ожоги, которые мы, ну, можем не увидеть, но это как раз-таки является первичным источником внесения для инфекции, и это, так скажем так, не очень хорошо влияет на развитие растения. Применение Поверхность позволяет равномерно нанести по листу все вот это, то есть поверхность спачивания снижается, и вся жидкость равномерно распределяется по листу. Проблема с осадками решается. Если вот какие-то раса, либо осадки, то это, то, что вы нанести, нету риска, что она смоется. Потому что если без Пова, то будете думать, там, дождь прошел, она скатилась, не скатилась, она сработает, не сработает. Еще таким интересным моментом, то, что, например, ряд элементов питания, она усваивается растением дольше, чем, например, азот тоже. Азот может там прилетать очень быстро внутрь растения, то он там больше суток может выходить. Вот как раз-таки, чтобы все это равномерно по листу прошло внутрь растения, то как раз-таки применение Пауф необходимо. В нашем ассортименте это прилипатель Биолипасим, он полностью биологический, не химического происхождения. Растение продолжает дышать после его применения. Процессы фотосинтеза не останавливаются. И, скажем так, вот негатива в львении каких-то либо химических производительных прилипателей нет в этом прилипании. И цена вопроса тоже интересная. Самый первичный инструмент для внесения в почву это самый такой технологический удобный, это обработка семенного материала. Здесь вот я бы рекомендации выделил, это в первую очередь, например, допустим, бациллосуптель, сенная палочка, которая является системным препаратом, она может проникать внутрь растения и повышать его имитет. Также живет она только при корневой зоне. Эндофитными свойствами обладает. Вот это ряд показателей, которые позволяют вот этот агент бациллосуптель использовать для защиты растений от фитогенов и иммуностимуляций. Если взять компоненты псевдома, это бактерии резосферные зоны, ПГПР группа так называемая. Они обеспечивают защиту корневой зоны и они довольно-таки являются сильнейшими синтезаторами индолууксусы, кислоты и других фитогормонов, которые стимулируют рост и развитие растений. Есть группа, вот то, что упоминал, азотфиксатор, фосфор, калиймобилизаторы. Тоже интересная группа бактерий. Растение, оно до того степени умное, оно само распределяет свой эксудат, выделение сахара и привлекает те или иные бактерии, группы бактерий, которые ей интересны. И вот, например, если в почве не хватает подвижного фосфора, будет в первую очередь привлекаться фосфомобилизующие бактерии, которые растение, она дает фосфор, соответственно, растворяет за счет своих ферментов или органических источников, которые она выделяет. А растение кормит ее своими, ну, скажем, сахарами. Растение уникальное, скажем так, существо на земле, которое единственное, может, условно говоря, фиксировать углерод воздуха и давать, превращать ее в более сложные вещества, как сахара. Остальные являются его потребителями. И поэтому за счет этой регуляции выделения сахаров и прикорневая зона тоже регулируется. Взять группу триходермы, допустим. Больше миллиарда бактерий и грибов есть сапрофиты, есть негативные, да, фитопатогены. Если, например, допустим, такое более друзья растения, это триходерма. Вот и триходерма, она тоже определенный случай, и она привлекает. Прикорневая зона, то, что мы видим, например, в некоторых случаях, как, скажем так, переплетенные корни, так красиво, да, все это. Это, в первую очередь, в большинстве случаев, если здоровая почина, меньше фунгицидов, то это триходерма. Микоризные грибы, это, в отличие от других, скажем так, всех микробиологических препаратов, микоризные грибы, они не могут существовать без растения. То есть, вся их эволюционная путь, даже выход растений на сушу, обсловивая то, что образовалась такая замечательная вещь, симбиоз между растением и микоризной. И дальнейший эволюционный путь, это как раз вместе, шло всегда вместе. Современная селекция, допустим, или агротехнологии, потихоньку вывели аборигены, микоризные грибы с почвы. Но в том числе, скажем так, есть ряд новых разработок. У нас тоже в Башинкоме есть, например, это микориза, да, хозяин подорожья микориза или жидкая микориза, вот, кто разрабатывается, которые могут мы заселить корневую систему микоризными грибами. Они не видно вооруженным глазом, но когда мы рассматриваем микроскоп, вокруг корневой системы окутаются тысячи гифов, которые уходят на более такие глубокие слои за влагой, уходят на более, скажем так, непроницаемые поры, куда-нибудь проходит корень растения и, скажем так, создают такую зону поглощения элементов питания, растворения фосфора в огромном количестве. Вот поэтому работать с почвой надо, вот такой есть момент, вот, например, как и общество человека, да, 10% плохих, да, скажем так, ну, как человеческий, там, скажем так, кремлитет какой-то, нейтральные, 80%, 10% положительных, которые идут на развитие. Добавление даже небольшого количества благоприятных, скажем так, бактерий в почве или в обществе, чем больше хороших людей, вот эта нейтральная часть, она переходит в сторону положительных. Работа с почвой тоже, скажем так, только такой тонкий момент, когда мы даже небольшими дозировками, добавляя биопрепараты, работая почве, то мы как раз повышаем иммунитет почвы, супрессивность почвы, это способность почвы самой подавлять фитоподогены, то есть вот нейтрализовать, вот это, скажем так, фитоподогенную обстановку. Вот, допустим, в ассортименте есть такой интересный продукт, это уже много штаммов, стерня 12, там 3HDR, молочнокислые бактерии, тупоцилус субтилис, азотфосфоркалиймобизаторы. Применяя его, допустим, есть ряд проблем, вот по жнивным остаткам, когда собираются большие урожаи, соломные остатки примерно также остаются на поле. Есть метод выжигать то, что, ну, не есть хорошо, да, потому что это организмное вещество, там мы можем вернуть почвы до 30-40% обратно питательных элементов по некоторым элементам, то применение стерни как раз позволяет это санировать, позволяет его деструкцию провести, то есть разложение, потому что, если мы просто оставим, его также разложат, прекрасно также все это вернет с почвы, но кто его разложит? Мы их не знаем. Это может быть фитопатогены, может быть какие-то сопрофиты, то внесение заранее известной группы микрогенов, которые не влияют растение, она вот только повышает его, скажем так, в показателях в сторону понижения болезни, то надо этим воспользоваться. Сейчас вот у нас интересные эксперименты ведутся в области, допустим, применения после уборки озимой пшеницы, после кукурузы. Также интересно, вот сейчас в ряде регионов возникает случай возникновения бактериозов таких заболеваний на сахар, на север, или на сои, то это как раз вызвано тем, что применение повышенных доз фунгицидных, например, по листу, снижает, скажем так, почвенные концентрации вот этого гриппного сообщества, соответственно, вперед выходят бактериальные болезни и против бактериальной болезни такого еще инструмента нет, чтобы работать, так как фунгицидный прошел болезнь, то их избавился. Поэтому необходимо восстанавливать равновесие в почве, работать с почвой. Это самое, я считаю, одним из важных моментов применения биопрепаратов и сам перспективно. Сейчас рынок движется в сторону побоок культур, и стоит отметить, что когда такой эффективный прием есть инокуляция семян, это ли зобьями, это на корнях мы видим аборигены из заселения, клубниковые бактерии, такие шарики розовые, которые с ножей на них выходит такая розоватая жидкость. Это как раз-таки тот или иной, это ферм-с-белок и, соответственно, связанный с молибденом. Вот, скажем, этот вот процесс это обеспечит азотфиксацию атмосферного азота в почву. И как насыщенное количество клубников на растении, это очень сильно влияет на сколько азота получит бобовая культура и сколько азота останется в почве на последующую культуру. Здесь стоит обратить внимание на прием инокуляции семян биологическими инокулянтами, то каждой культуре она своя. То есть, допустим, в нашем ассортименте это такой инокулянт резобаш, то есть, например, резобаш горох-чечевица. То есть, это непосредственно препарат, специфичный именно к этим культурам для образования клубников. Есть резобаш соя, то есть, там все резобии культуры, которые идут именно только под сою. И вот, например, третий козлятник и тоже специфичный, и резобаш нут, это тоже непосредственно именно те штаммы резобии бактериальных культур, которые идут на нут. Что это нам дает? Когда мы при обработке семенного материала совместно с инокулянтами, мы заселяем заранее известными штаммами, эффективными штаммами, которые обладают более сильной нитрогеназной активностью. Эти процессы, когда идут в почве, растение получается более насыщенным азотом, это следствие скажется именно как раз на качестве продукции, именно в первую очередь на качестве. Что стоило отметить, это совместимость вопроса инокулянтов, есть технологическое применение его. То здесь такой тонкий момент, не все протравители попадают под совместимость инокулянтами. В первую очередь мы, конечно, обращаем внимание, что это должен быть более мягкий, это флудиоксанил в плане фунгицидов. В ряде случаев даже мы говорим, нет необходимости, нет внутри семенной инфекции у бобовых культур, можно обойтись чисто биологическим агентом. Более повышенной дозировки, возможно, до 2 литров на тонну семян, то и добавлением инокулянта. Обработки инокулянта непосредственно надо делать перед посевом. Если то, что я говорил, есть поровая форма, есть вегтативные формы, то резобия это самые наиболее мягкие бактерии, и обработку его вести надо непосредственно перед посевом. Также стоит отметить, что необходимо, если мы провели инокуляцию семян, провели, скажем так, уже готовиться к посеву, добавлять такой компонент для работы, лучшей работы комплекса резобия, это препарат, содержащий молебден. В нашем ассортименте есть такой препарат, это парагомолебденовый, то есть это бор для корнеобразования гумата, как стимуляторы, и молебден уже идет как необходимый микроэлемент для азотофиксации. Если его будут в недостатке, то те даже образованные клубинки, они не будут ярко насыщенными красным цветом, то есть процесс азотофиксации будет лимитирована как раз этим микроэлементом. Также этот инструмент может позволять, это фазопутонизация обрабатывает растение, то, что бор дает, это уже обаляемость, это более, скажем так, фертильность процесса повышается, гумат, это, как ты понимаешь, антистрессы, а молебден, вот опять же, возвращаясь, это очень сильно лимитирующий фактор для азотофиксации атмосферного азота. Это бесплатный азот в почву, это работа, скажем так, самого бобового растения очень сильная, поэтому вот эти тонкие моменты можно использовать в агропрактике и получать очень хорошие результаты. Дозировки применения, там, допустим, по тому же резобиальные препараты, да, это от 2 до 3 литров на тонна семян идет, то по барагуму-лебдену это до пол-литра на гектар, а в оборотах семян до 300 грамм. В применении биопрепаратов присутствуют различные механизмы, как упоминал ранее, это обработка семенового материала, вторым моментом, например, внесение, вот это, скажем так, группа деструкторов, сонаторов в почву, это опрыскиватель проходит на поле, можно добавлять небольшое количество азотных подобрений, гуматов, и все это заделывается уже агротехникой. Еще третий момент, например, это смесение вместе с инжекторами, инъекторами, КАС-32. Сейчас в ассортименте у сельхозтовароприсователей есть огромный парк различных механизмов, то есть, например, картофель вместе с сажалками, там есть установки ставят, опрыскивают картофель, поэтому любые, скажем так, моменты можно, скажем так, технологичности применять. Допустим, новое удобрение хозяина подобрения смекариза в виде гранул, да, оно можно вместить вместе с сейлками при посеве, то есть, и производители биопрепаратов, и, скажем так, идут навстречу с сельхозтовароприсователям, чтобы найти общие точки, как их препараты применить, потому что это очень интересно, это очень важно, и без, скажем так, автоматизации какой-то этих процессов, это дальнейшее развитие не получится. Применение биофунгицидов или биопрепаратов, там, скажем так, рост симуляторов, допустим, да, имеет место в стыковке, когда стандартные технологические обработки ведут по полю, да, не надо отдельным заходом дополнять его, необходимо подстраиваться под агропроизводителем. Если взять азиму и пшеницу, это фаза, допустим, нулевая, это перед гербицидной обработкой, во время гербицидной обработки флаг-лист, и, например, некоторые работают по колусу, то есть, нет необходимости отдельного захода, вот эти ключевые фазы, они давно уже определены, уже, скажем так, где можно повлиять на растения, допустим, теми же азотными удобрениями, да, амитные формы азота, то как раз в эти фазы как раз совмещаются вместе с внесением биопрепаратов, и все получается. Единственным моментом, например, по биопрепаратам, то, что я сказал, это для санации почвы, это отдельный заход опрыскивателя вместе с заделкой, это, скажем так, дополнительные затраты, да, для агропроизводства, ну, и польза от него очень важна, например, это решается вопрос, например, посевом поседующих культур, это разложением солома, и, скажем так, и солома, это не будет забирать в таком количестве азота, как на посетительной зоне с культурок, вегетирующей культуры, да, где надо подстраиваемся под хозяйство, в определенные фазы кукульчевые, где есть необходимость внесения дополнительных, допустим, биоинсектицидов в будущем, например, пошел вредитель, первый лед, допустим, необходимы будут дополнительные операции. Ну, это как работа с химическим препаратом, когда болезнь пошла, они заходят фунгицидами, либо инсектицидами, если вредитель. То здесь уже, когда мы работаем по целевому, то необходимы будут дополнительные обработки. Работают совместные биопрепараты вместе с гербицидами, она совместима, она работает, тем более есть такой положительный эффект, это снятие как раз гербицидной ямы, такой, скажем так, стресса от гербицидного обработки. Это вот в нашем продукте, это 5% аминокислот, в том числе присутствуют и фитогормоны для снятия, скажем так, гербицидного стресса. Если рассматриваем, например, обработку той же пшеницы, допустим, противозаковой, противозаковой мы не добавляем ничего, ни питания, ни стимулятора, ни вот в том, что в компоненте противозаковой препаратов присутствует, только именно необходимо обрабатывать. Вот именно вот этот стресс, вызванный гербицидной обработкой, вот, есть более сложный, есть более мягкий, например, гербицид, да, и вот это очень сильно сказывается уже на потенциале урожая. Как известно, например, есть определенный, например, 100% потенциал урожая, который закладывает селекционер, семя, да, и каждый, вот, скажем так, фактор, например, засуха, например, токсичное воздействие снижает, да, его потенциал урожайности. Скажем так, наша задача даже не повысить урожайность, да, вот такой термин есть, да, сохранить урожайность, да, поэтому есть вот инструменты, вот, которые можем преодолеть, надо пользоваться. Все наши микробиологические препараты и биофунгициды сертифицированы в области органики российского госстандарта, который принято на уровне государства. Применение органических препаратов, я считаю, новым вектором развития, я понимаю, что она не займет определенные большие площади, но сама возможность получения экологической продукции без применения агрохимикатов, удобрений, это уже вызывает уважение к этим людям, которые внедряют. В недавнем время в комментировке я посетил два органических хозяйства, это возрождение, Тульская область, Ефремовский район, это более 15 тысяч гектаров, у них в третий год идет переход, сертификация на органику, то есть это процесс тоже не быстрый, то есть каждый год берутся анализы с почвы, отслеживаются пестицидные остатки, отслеживаются, чем они препараты, какие применяли, и все только с разрешительной документацией, да, только то, что разрешено. Они не имеют права не, скажем так, применять удобрения, не имеют права ни химические фунгициды, ни гербициды, ни инсектициды, и получают вот по урожайству, при интенсивном у них было вот урожайство, более 40-45 центнервных гектаров, когда было падение до 25-27, то в прошлом году они обратно уже собрали более 40 центнервных гектаров. Здесь ключевым фактором является это сивооборот, в любом случае, это подбор сортов, уже непосредственно под органические хозяйства, это грамотные агрономы, это и работа непосредственно с почвы, то, что вот они сами отметили, вот когда переходили на органику, допустим, инсектицидная обработка капосои, что она дала, то есть одно поле уже переходило, а другое еще не переходило, вот он, все шло одинаково, только последняя обработка пришлось ему инсектициципримить, снижение качества было порядка до 20 процентов от, скажем так, по протеинам, а здесь взять, например, по болезням, то, да, полезнь в первые годы вспыхивали, но получилось так, что почва, когда работаешь с микробиотами почвы, они также работают, вот это то, что я уже звучал, и триходерма, и биоинсектицидами, и бациллсов, и псевдоманадами, то вот непосредственно почвина сама находит вот такие возможности и сила, которая становится не прохватной для фитопатогенов то есть почва восстанавливать свой иммунитет почвы вот что очень здорово как вот то что вы спросили а то что какие фазы они выбирают обработки раз у них нет ни гербицидных обработок не ключевых там листовых подкорм как они подбирать допустим по биопрепаратами такие стандартные фазы на выключение флаг то есть они не могут вы то он победить в тицам это непосредственно постоянно отслеживание на полях вредители это отслеживать смотрят лед где-то профилактически могут сработать но работа даже как они говорят а мы учимся пока сами у себя у вас учимся это совместная работа я думаю которая предстоит дальше развивать и изучать все вместе потому что нет здесь шаблонов нету книг учебников но сама возможность получения уже есть поэтому я только рад что наша россия идет по пути получения уже здорового питания для будущих поколений что интересно что ряд хозяйств которые вот работы с нашими наши партнеры работы долго с нами благодаря вот этим инструментом сократили внесение и сложных удобрений вот за счет вот тех группы бактерий азот фосфор калимулизатор сократили где надо фунгицидные нагрузки на растения и в целом система оптимизированная технология выстроена она дает рентабельность может не такой высокой как раньше было два-три года но она система идет она устойчива и что самое надежное что важно для север хвоста в результате последнего